всем привет друзья и гости канала мы с вами продолжаем работать в армии симулятор 2022 и у нас продолжается работа на карте возвращения пол второго ночи мы с вами завершили оба контракта на пахоту 10 с половиной тысяч мы их забираем и на культивацию 27000 мы их тоже за ним забираем у нас 50000 я очень устал сейчас буду ехать переночу в тракторе где-то я думаю вот здесь сейчас стану заглушу переночу где-то тут в тракторе газ вот соседям я не буду залезать в отбор проситься чтобы меня впустили переночевать переночу я друзья в тракторе встретимся с вами уже мы завтра утром где-то часов в десять думаю ну что ж проснулся я пораньше проснулся я часу 8 8 17 узрел как раз свою работу которую я сделал на мтз мы уже могу вам подробно так скажем рассказать что же в общем я делал я значит сделал за кадром поле 2 а также я взял в аренду вот это вот на 150 и блок psq вот и нанял малого вот давайте мы собственно говоря будем сейчас ехать по дороге он я собственно ремонт расскажу вот ехать мы будем домой вот ехать мы будем домой дом наш вот так вот я вот вчера в общем-то взял в аренду т-150 гусеничный потому что вы помните что вот этот вот мтз который у нас есть 82 он не тянул пску точнее тут плен он не тянул вот я удивляюсь сидоровича сидорович тут уже там на кого-то возмущает из самого утра так вот я вчера вот взял в аренду т-150 и клуб пску потому что как я уже сказал вот этот наш трактор он не тянул абсолютно ничего и начал в общем-то работать этот трактор я поставил на крыло поля и начал работать на т-150 смотри там какой-то малой бегает что-то фотографирует снимает ну наверное тоже юный блогер я думаю вот внутри он что-то подходит ко мне я же взял остановился открыл дверь говорю мальчик тебе чего он мне в общем то говорит дядь я этот поработать хочу денег подзаработать себе хочу купить в общем-то мотоцикл не берем боли а ты хоть знаешь как работать на тракте да конечно знаю моего батя в общем-то фирма есть я ему тоже помогаю по хозяйству ну я же такой не так по моему мы друзья с вами не туда поехали можно давайте мы разворачиваемся вот я же мы в общем говорю ну что же сказать садись если ты знаешь как работать садись он в общем сил и поехал а я чтобы так скажем попросту попросту время не тратить даже не ладить где попало я взял контракт и в общем-то работал на нем вот молова зовут артем вот молова зовут артем парень толковый хороший ему лет где-то 15-16 ну то в принципе в хозяйстве он знает так нам сюда если я не ошибаюсь поэтому друзья вот такая вот история вот в итоге артемка мне помог сделать один контракт я ему очень благодарен здесь у нас что-то строится прекрасно вот а мы с вами в общем-то едем домой я собственно говоря в этой серии мы будем покупать участок участок с домом вот он сейчас мы его приобретем друзья и уже поставим сюда трактор потому что вы как вы помните на бригаду нельзя заезжать ибо там вот реально что-то такое там делают я не знаю очень все громко это хорошо ну давайте в общем то мы посмотрим так то пока мы сюда поставим вот посмотрим что у нас на участке есть у нас есть в общем то вот такой небольшой сад до у нас есть по технику а это домашний коровник это домашний коровник да у нас есть в общем то кролики да офигеть у нас есть кролики ну или собственно говоря гараж для машины он же для трактора лавочка есть так давайте мы посмотрим что это за дом такой здесь какой-то у нас сарай я не знаю что это за сарай вот дома понятное дело тут реально вид апартаменты исключение то что из-под пола растет сорняк нужно там наверное доски прогнили до стулька тучья-то телевизор наушники диван можно поспать слушайте ну прикольно кухня даже своя ей есть берем берем этот участок горы друзья реально все очень красиво и ухоженно реально все берем 13 с половиной тысяч до что нельзя мы купили участок давайте мы сейчас в общем-то загоним трактор вот я конечно же культиватор оставлю где-то друзья здесь да вот ну а трактор мы с вами загоним так есть отцепляем гидравлику отцепляем вот и загоняем трактор в общем то вот и сейчас мы посмотрим что у нас есть по контрактам что мы можем сделать по контрактам что мы можем сделать по дому все глушим на нейтральную друзья круто вот реально круто петушки поют птички вот это все очень хорошо давайте мы кстати посмотрим второй этаж вроде как говорили что здесь есть не второй этаж а слушайте друзья чердак сюда можно в теории что-то складывать я не знаю что но что-то вот может сюда складывать может быть какие-то маленькие тюки а может быть и такое так хорошо давайте мы вообще посмотрим что у нас по так так там этот можем кстати сдавать вот этот т-150 он нам не нужен давайте мы посмотрим что у нас есть друзья по контракт у нас есть по контрактам сбор урожая 130 тысяч вот мы можем только купить кредит это все дело но друзья но надо вот в общем позвонить сидоровичу спросить брать ли эти контракты на картошку потому что своей техники у нас явно нет у нас сейчас есть только свой культиватор вот кпс-4 трактора и плуг пску извините плн и все вот это вот все что у нас есть принципе я бы взял вот этот вот контракт поработал бы на нем но друзья я не знаю вот хорошо давайте мы посмотрим сколько стоит поля вот самые дешевые поля 92 тысячи один гектар я уже молчу про поля которые возле нас 930 997 тысяч друзья офигеть опять зато вот этот участок стоит 19000 да это как раз тут и карьер если я не ошибаюсь да вот он карьер песчаный ну блин хорошо давайте смотреть еще какие-то участки вот 92 тысячи вот этот участок у нас стоит а вот этот ну друзья что могу сказать хорошо сколько стоит у нас карьер то есть заняться так сходу карьером так палеты соломы палеты сена куриное мясо это очень все конечно здорово и хорошо но где тут продается песок бетон живая рыба камни песок 149 149 и 151 давайте мы с вами переместимся посмотрим что то за песок а это песчаный пляж то песчаный пляж а песчаный карьер где погодите песчаный карьер должен быть вот он карьер двести тысяч он стоит песчаный карьер тут какие-то муки скорее всего кого-то там пасека так ну что друзья у нас есть небольшой такой варианте взять кредит взять взять кредит на этом поле растет у нас свекла да здесь у нас растет свекла то есть то есть я вот друзья честно думаю что нам делать со свеклой вот давайте мы переместимся на это поле вообще посмотрим что это поле из себя представляет стоит ли его вообще нам покупать и как-то ну блин не знаю на него копить деньги поле 19 поле 19 это вот оно вот оно это поле выкла растет в принципе мы можем позволить себе наверное купить свекольный комбайн мтз пак вот она вот она эта машина стоит 34000 ркс 6 ну слушайте так сходу я свеклой не готов прям скажу вам честно заниматься хотелось бы зерновыми но друзья я сейчас вот так смотрю на это поле зерновыми у нас а явно не получится заниматься тем более друзья не не вышли нет поле это у нас реально действительно отпадает поле потому что здесь видите какой рельеф да так а что у нас друзья здесь здесь у нас заброшенное здание какое-то так ладно я пожалуй друзья звякну сидоровичу потому что мы сейчас с вами будем извините за выражение мять сиськи очень долго вот сейчас я позвоню сидоровичу он нам скажет что делать в принципе вот потому что мы действительно сейчас будем очень долго размышлять думать бегать туда-сюда вот это же будет как на владимировки вот я отвечаю это будет реально как на владимировки а может это делать а может то делать а может это не стоит делать от 3 стоит нет я звоню сидоровичу спрашиваю что нам делать с этим контрактом стоит ли вы нам вообще принимать и ну вообще как-то работать вот и что нам вообще делать вот этими вот 37 тысячами и вообще какие поля брать. Потому что я вот, друзья, сейчас смотрю. Самое дешевое поле это 19-е. Но на нем растет свекла и этот участок очень кривой. Все. Я звоню Сидоровичу. Да, все, все, Сидорович, спасибо. Я тогда принимаю контракт. Ну, ты же ему сказал, да? Да, все, все, давай. Удачи, спасибо. Я тогда пончал. В общем, Сидорович сказал, что он позвонил вот этому вот человеку. Он с ним знаком. Здесь, в общем, друзья, такая вот фишка, то, что некоторые люди просто не доверяют новым фермерам. То, что может... Они доверяют, в общем-то, технику. Самолет полетел. То есть, допустим, мы хотим взять в кредит, а они нам не дают просто взять технику в кредит. Говорят, нет, сам бери, покупай и работай уже на своей технике. Вот. Ну, Сидорович, в общем-то, рассказал, что я парень толковый, что работал, что имею свое хозяйство. Ну, в общем, берем. Берем в кредит, друзья, и перемещаемся в магазин. Ну, что ж, я вот уже в магазине. И смотрите, какая это техника, друзья, какая нас техника с вами ожидает. JCB. Прицеп. И вот такой вот просто гигантский комбайн Грейм. Ну-ка, давайте мы в него залезем. Охо-хо-хо-хо-хо, друзья! Нет, это реально что-то с чем-то. Так, ну что ж, давайте смотреть, какое поле, а то мы с вами приняли контракт. Так, поле номер 7. Поле номер 7, это у нас поле номер 7. Так, поле номер 7. Это шестое. Седьмое. Так, ну тут я обязательно, друзья, буду уже нанимать кого-то. Вот, Артема, наверное, будет посадить. Ну, я, друзья, номер телефона Артемки, в общем, записал, не знаю. Доверить ему какую технику, наверное, будет прям, ну уж, не знаю, слишком. Тут же до вокзала у нас. Друзья, ну это реально техника прям, я не знаю, монстр. Да, в общем-то. Ну, не знаю, может тут такая техника у всех, это же Беларусь все-таки. здесь картошка, это святое. Вот, но я на такой технике езжу впервые. Так, поле 7. Мы можем поставить какого-нибудь намета, рабочего. Так, в общем, друзья, встретимся уже на месте. Это просто класс. Ну что, друзья, я практически приехал, и это просто, не знаю, незабываемое ощущение. Вот просто огромная машина реального. Да, друзья, конечно, это реально мощь, настоящая мощь, я хочу вам это сказать. Так, только здесь вам не по такой дороге проехаться, вот это, друзья, будет немножко сложновато. Так, вот оно, друзья, седьмое поле. Я думаю, начинать писать курс с тобой. Угла. Вот, мы с вами Костика сюда отправим. Мы Костиков уже знаем, мы Костику доверяем, друзья, поэтому Артемка пускай будет работать у нас на МТЗ. Вот, на нашем МТЗ. Да, друзья, ну, эта техника, конечно, реально просто суперская техника. Кто в подходящих не могу найти для такой вот техники? Вот лично я, лично я первый раз на такой вот технике езжу. Это просто офигеть. Сейчас оттуда начнем писать. Вот. Кстати, когда у нас дождь по прогнозу-то, я что-то не подсмотрел. В 9 часов. То есть, вот, по идее, уже сейчас должен начаться дождь. Да, друзья, ну, мы технику, главное, что сюда пригоним. Уже, остальное, как бы, то, то такое. Так, а я же, автодрайв у меня есть. Автодрайв у меня, да, друзья, есть. Все, отсюда мы начнем сейчас записывать курс. Нет курса, сейчас появится. Сейчас, пока мы Костика поставим, настроим быстрому Костика, друзья, и тогда. Сейчас, пока там генерируется маршрут. Надеюсь, у меня сейчас ферма не вылетит. Вот. И, что ж, тогда мы уже будем запускать Костика в следующей серии, получается. Вот. Или я за кадром буду работать. Так, хорошо. А начало откуда? Начало оттуда, да? Ну, хорошо, поехали. Вот, пока я все настрою, друзья, пока я все сделаю. Да, смотрите, реально по прогнозу уже идет дождь. Офигеть. Вот, ну, а в дождь убирать такое себе, я согласен. Гляньте, друзья, радуга. Офигеть. Друзья, офигеть. Офигеть, радуга. Друзья, реально радуга. Да ладно. я никогда не видел радугу в ферме симуляторе, друзья, вот, вот, серьезно. Никогда. Прикол, конечно. Радуга в ферме. Да. Вот, что только не увидишь в Белоруссии. Вот, ну, что ж, друзья, наверное, на этом я буду заканчивать тогда. Ведь все равно пока нам делать нечего, я пока всего лишь поставлю кустика, вернее, выставлю, буду ждать, пока закончится дождь. По прогнозу погоды дождь должен где-то закончиться в 10 часов. Пока, друзья, сейчас мы разберем машину. на этом, все. Всем удачи, всем спасибо за внимание и всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok